Всем привет и слава Украине. Передача «Давайте с Кавказа» продолжает свою работу и сегодня, наконец-то, мы вернулись к традиционным выпускам «Звездец» Мангусту с хорошо знакомым и любимым нами Михаилом Савусевым. Привет, Миш, очень рад тебя видеть. Привет, Гела, привет все. То, что ты чуть не сказал другое слово, я думаю, оправдано. Абсолютно, я тоже считаю, что это оправдано, я тоже считаю, что Мангусту скоро придет и «Звездец» и другое слово тоже обязательно придет, но давай по существу. Вот пару дней назад, я даже пост по этому поводу потом написал, мне стали кидать в друзья сообщение о том, что вот контрнаступление Украины наконец-то началось, что вот сейчас будет ура-ура, мы победили, враг бежит и так далее и тому подобное. А что я написал, ребята, контрнаступление началось давно, все будет, когда будет, и враг побежит, когда он побежит. Поэтому я бы не стал забегать вообще вперед и верить нужно. У меня там формула была для всех моих друзей. Верить Министерству обороны Украины, слушать Михаила Самуся и Юлия Федорова, читать Алексея Копатько и Хасина Машевца. Я думаю, вот этого хватит для того, чтобы разбираться. Если хотят что-нибудь дополнительное, что-нибудь такое экстравогатное, пожалуйста, смотрите. Но вот это нужна будет. Итак, что происходит? Что у нас на фронте? Действительно, динамика сейчас немного другая, чем та, которая была даже неделю назад. Действительно, украинские войска начали продвижение, которое начало уже отображаться на карте и начало проявляться о том, что населенные пункты переходят под контроль украинской армии. Это означает, что действительно характер боевых действий меняется. Почему это происходит? Потому что последний месяц украинская армия, как мы постоянно говорили, проводила формирующие операции. Причем не только на юге, но еще, например, на Бахмутском направлении. Там такой же характер боевых действий, но там более активно идут штурмовые действия. Как раз на юге шли... формирующие операции с проведением активной разведки боя в полосе обеспечения. Полоса обеспечения, как правило, формируется противником для обеспечения обороны, за которой идет, собственно, уже первая, вторая и так далее линия обороны, основные линии обороны. Так вот, полоса обеспечения, как правило, именно характеризуется инженерной подготовкой. Что такое инженерная подготовка? Это минирование, это создание любых препятствий противотанковых, противопехотных и так далее, которые призваны заставить противника остановиться, увязнуть в этой полосе обеспечения. Естественно, противник, который обороняется, будет стараться накрывать артиллерией и другими огневыми средствами подразделения, которые пытаются пройти полосу обеспечения и прорваться к основным линиям обороны. Что, в принципе, мы и наблюдали, в том числе и в видео, когда подрывались леопарды, Брэдли, когда наносились потери украинским войскам. То есть это очень сложная задача прорывать такие полосы. Фактически это, можно сказать, впервые со Второй мировой войны Россия создала на Южном Плацдарме вот такие вот именно классические линии обороны, полоса обеспечения, линии обороны первая, вторая и так далее. Что сейчас произошло? Вот за этот месяц украинская армия проводила формирующие операции, нанося дальнобойными средствами, такими как «Хаймарс», удары по командным пунктам, складам с боеприпасами, с любой логистикой, скоплению личного состава, при этом нанося удары артиллерией по тем войскам, которые находятся в первой линии обороны, второй линии обороны, с очень большим акцентом на фонд батарейную борьбу. То есть задача была нейтрализировать, нейтрализовать артиллерию противника. Что, собственно, и произошло. Сейчас у россиян большие проблемы с артиллерией, с боеприпасами, потому что уничтожались споды с боеприпасами. Это позволило сейчас украинской армии пойти быстрее вперед. И фактически вот те населенные пункты Старомайоровской, например, и другие, которые сейчас берутся под контроль украинской армии, они уже находятся фактически впритык к основной линии обороны, к первой линии обороны. Поэтому те, кто говорят, что дальше будет легкая прогулка, абсолютно заблуждаются, потому что впереди первая-вторая линия обороны. Ну, основная это первая линия обороны, вторая она будет, она все же полегче. И позитивом здесь является то, что пока украинская армия проводила вот эти шейпин операции, формирующие операции, очень много было выбито артиллерии и очень много было выбито резервов. То есть русские войска для того, чтобы остановить продвижение украинских войск, они не увязли в полосе обеспечения, а широким фронтом, если посмотреть на карту, ну, как минимум на трех направлениях продолжалось активное наступление через полосу обеспечения. И российские войска, конечно, хотели их остановить. Для этого бросали резервы. То есть много резервов, которые стояли, например, в третьей линии и должны были, должны, вообще предназначались для того, чтобы когда противник увязнет, который должен атаковать его и в свою очередь перейти в наступление. То есть это классика жанра, то есть когда противник, у него не удается фактически наступление, он завязывает, увязнет в этой полосе обеспечения, возможно, в первой линии обороны. Резервы подтягиваются и контратакуют, и переламывают ход событий, захватывают инициативу. Так вот, вот эти резервы были сражены в значительной степени, хотя там еще много сил осталось, сразу скажу, для того, чтобы остановить украинские войска, но им это не удалось. То есть на данный момент складывается очень неплохая ситуация с точки зрения того, что на нескольких направлениях идет большое давление украинской армии на российскую армию, и в принципе, если еще один-два дня российская армия не придумает каких-то очень мощных контратакующих действий, не хочу смотреться слишком большим оптимистом, но может так статься, что завалится вся оборона на такмахском направлении. Потому что если будет там... Не думаю, где это, то есть какое направление, это Токмак и дальше? Токмак, ну в принципе, дальше идет Мелитополь, конечно. То есть это понятно, но Токмак является как бы, вот это основной узел обороны, первая линия обороны, вторая линия обороны, если прорвать вот в этом районе оборону, дальше уже, конечно, будет легче. Дальше открывается оперативный простор для проведения операции на нескольких направлениях. Сейчас такое действительно... Вот июль был критически важный, потому что украинская армия героическими усилиями, просто это действительно только на воле, на героизме идти вперед, зная, что там мины, а то, что, например, даже когда проходит техника для зачистки мин, минных полей, а потом идут танки, все равно подрываются, означает, что россияне там минировали, грубо говоря, в несколько слоев. Даже такое может быть. И действительно, ну, мощнейшая была оборона, мощнейшая подготовка, именно в инженерном плане. И то, что Украина прошла на нескольких направлениях эту полосу обеспечения, это очень и очень позитивный результат за этот месяц. То есть август может быть действительно более динамичным. Причем, ну, на юге я немного описал, на бахмутском направлении. Там тоже интересная ситуация. Нарисовывается сейчас Клещеевка, это населенный пункт южнее Бахмута. Фактически сейчас находятся, вот именно сейчас идут бои в самом населенном пункте. Если Клещеевку украинская армия поставит себе под контроль, то есть будет контролировать этот населенный пункт, там очень важные высоты, господствующие, которые будут позволять создавать условия для продвижения дальше и перерезания основных артерий, которые снабжают фактически войска в самом бахмуте российских. То есть если можно посмотреть, украинская армия не идет в лоб в сам город, как это делали русские, а пытается обойти по флангам, занимая в основном господствующие высоты, создавая условия, когда обороняющийся противник находится внизу, и, естественно, в таком положении легче наносить огневое поражение. И вот на бахмутском направлении тоже, да, там очень тяжело, сегодня, кстати, там был Зеленский, вернее, вчера, и, в принципе, ситуация складывается таким образом, что может быть прорыв и на этом направлении, а это уже создает, действительно, вызов для русского командования, потому что российское командование, в свою очередь, пыталось переломить от войны, создав группировку под 100 тысяч войск с огромным количеством техники на Луганской области и пыталось атаковать именно там. То есть были сообщения, даже вот на неделе, что были прорывы на 1-2 километра, украинские войска отступают, но прорывы были, но до конца недели их удалось купировать и вернуть как бы линию соприкосновения на предыдущее положение, рубеж. То есть это означает, что не удалось, идея была в чем, проломить в Луганской области с направлений на Харьковскую область оборону украинских войск и создать условия, когда украинское командование будет вынуждено снимать резервы и войска с Бахмутского направления и Южного направления, пытаясь остановить российские войска уже на Луганское, Харьковскую область, не допустить там прорыва. Таким образом, изменить вообще характер боевых действий. То есть инициатива тогда бы перешла к русской армии и мы бы уже тогда не говорили о контр-рисуплении. Действительно, тогда было бы тяжело его продолжать, потому что не было бы того комплекта войск, который предназначен для вот этого глубокого прорыва аж до Мелитополя или Мариуполя или других населенных пунктов на Азовском море, чтобы перекрыть так называемый наземный коридор между Россией и Крымом. Но не удалось. Это означает, что украинская армия продолжит реализовывать тот план, о котором я только что говорил. это прорыв основной линии обороны на юге и перерезание основных артерий вокруг Бахмута для того, чтобы создать условия для его окружения. Это будет очень болезненный шаг, потому что Бахмут сами русские превратили в символ, фетиш какой-то. Да, но это аналог Сталинграда. Да, и будет для них... Да, для них это недопустимо. Это означает, что они сами будут вынуждены бросать новые резервы для того, чтобы не допустить окружения Бахмута, потому что это будет в пропагандистском информационном плане очень большой удар с точки зрения вообще хода всей войны. Мы видим, что Путин пытается создавать сейчас новую реальность, он лидер Африки, он даже зачитывает все эти имена. Где был Патрис Лумумба? Я не знаю. Где был Лумумба? Ну, не знаю, забыли дописать. Правда, он сказал, мы помним и других. Мы помним и других. Почему он его не назвал? Патрис Лумумба. Да, он первый. Да. Он первый. А тут Квам Мэн Крума вспомнить, а Патрис Лумумба нет. Ну, не изи это. Миш, ты знаешь, что я тебе скажу? Вот смотри, я, когда тебя слушал, я поймал себя на мысли о том, и это мысли. Я хочу хорошо довести до маловеров, для тех, кто говорит, что, ой, ну, война затянулась, ну, Украина не может победить и так далее. Ребята, сегодня, сейчас, спустя столько времени после начала войны, мы говорим о наступлении украинской армии. Вот давайте... О темпе наступления. О темпе. Давайте отмотаем на январь, февраль прошлого года и, ну, просто я в одной передаче с Мишей вам говорю, ребят, ну, если война начнется, то тогда-то мы будем говорить о том, почему украинская армия вот не с таким большим темпом разгромит российские войска. На нас ведь посмотрели бы, как она ненормальна. Сказали бы, что... Чего, блин? Это же... Это тот факт. Да. И когда... Нет, я не говорю о том, что нельзя было бы сделать лучше. Можно было. Конечно, все можно сделать лучше и всегда все можно сделать лучше. Но когда мы видим результаты войны сегодня, сейчас, и кто-то говорит, вещает, причем такие достаточно популярные ютуберы и так далее с сотнями тысяч просмотров и даже миллиона мегалитов ради? Ну, Гела, тут можно сказать F-16, F-16, Air Superiority, Air Dominance. То есть, понятно, что современная операция вообще, она не может проводиться только с сухопутными силами. А украинская армия проводит фактически только с сухопутными. Да, можно говорить об участии украинской авиации, но это не та авиация, которая может достигнуть Air Dominance, то есть, доминировать в воздухе над российской авиацией. Превосходство в возрасте, в воздухе, превосходство в воздухе. Да, превосходство в воздухе, доминирование хотя бы на каком-то участке, у русских лучше самолеты, но это объективно, они их модернизировали, это советские самолеты, но они прошли несколько этапов модернизации. Украинские самолеты, да, Да, была некоторая модернизация, но это не тот уровень, это не четвертое поколение плюс, это третье поколение, и не могут они создавать условия для продвижения украинских войск, уже наземных сил. То есть, если бы западные армии организовали эту операцию, естественно, у них была бы мощнейшая авиационная операция, которая бы вычистила все ПВО противника, которая бы отогнала всю авиацию противника аж туда, куда-нибудь, в Крым и в Ростовскую область, и только после этого, естественно, вычистила бы артиллерию перед этим, вычистила бы разведку, рэп, командный пункт и так далее, и после этого началась бы наземная операция. Украинская армия пошла в наступление, к сожалению, потому что другого выхода нет, у нас есть задача очистить территорию от агрессора, авиации у нас нет, поэтому пошли в условиях, когда противник имеет преимущество в авиации, когда противник применяет массовые вертолеты, ударные с противотанковыми ракетами до 15 километров, это проблема, потому что нужно тогда системы ПВО тянуть к линии соприкосновения, патриотам не хватает даже для Одессы, то есть, что говорить о линии фронта, поэтому наши парни идут вперед без прикрытия с воздуха, под ударами артиллерии, авиации, под воздействием рэп, а это очень опасно для наших бесплотников, воздействие ланцетов, это их неударный бесплотник, который мы не можем опять же без ПВО, которое бы закрыло все, не можем их остановить, к сожалению, и то, что происходит, то есть, украинская армия идет вперед, то, что российская пропаганда говорит, что они увязли, нет, они не увязли, потому что, если посмотреть на карту, проходятся довольно-таки большие расстояния, еще раз подчеркну, они проходили, сейчас наши парни проходили все-таки наиболее вязкую, скажем так, территорию, то есть, дальше пойдут позиции, там уже будут штурмовые действия, которых украинская армия преуспела и, я думаю, сейчас это лучшее в мире с точки зрения проведения штурмов и занятия позиций, когда вот, ну, то есть, можно посмотреть видео, как украинская армия турмует позиции русской армии, берет в плен или уничтожает прямо в окопах, в траншеях, то есть, дальше будут вот такие боевые действия, больше будет уже такой вот близкого контакта, опять же, очень большое значение имеет артиллерия, то интересно, украинская армия сейчас выходит, я не скажу на паритет, потому что, ну, на паритет с России выйти, не скажу, невозможно, но очень тяжело, потому что по количеству, по массе, по интенсивности они будут всегда преобладать, но очень сильно вычистили артиллерию, именно за счет очень качественного, качественной контрбатарейной борьбы, то есть, украинская артиллерия, она более дальнобойная, она точнее, и, к счастью, нам начали поставлять кластерные боеприпасы, много было воя, много было криков, как же так, это же антигуманно, ну, на эти вои у меня вообще ответы были очень агрессивные, к сожалению, я не могу сдержаться, потому что, о какой гуманности мы можем говорить, если перед нами три линии обороны, а мы должны, оказывается, гуманно относиться к этому вопросу, Украина не подписывала конвенцию о запрете кассетных боеприпасов, поэтому с полной, полном, так сказать, правовом поле, международно-правовом, Украина их применяет и очень успешно, то есть, это позволяет намного эффективнее воздействовать на площади, то есть, мы говорим не один выстрел, который бьет точечно, а мы говорим один выстрел бьет по площади и уничтожает. Вычищает окопы, вычищает окопы, артиллерийские позиции, легкую бронетехнику и так далее, то есть, это сразу эффективность артиллерии, ну, многократно просто повышается, и это позволяет Украине в отсутствии авиапревосходства создавать условия для того, чтобы вычищать все-таки именно наземный компонент. К сожалению, ПВО, авиацию, да, украинская армия сбивает, пытается сбивать, но, к сожалению, они не заходят в действие. ПЗРК, например, это всего у нас всего 5 километров, это, ну, при таких масштабах это практически ничто, и пытается не заходить в зону действий более дальнобойных систем ПВО. А это все-таки проблема. Поэтому то, что происходит сейчас на поле боя, это чистейший героизм. Это, ну, то есть, каким-то образом это трудимо писать невозможно, потому что украинская армия идет вперед. Вот, я сегодня был на польском телевидении, они спрашивают, украинская армия сумасшедшая или какое-то чудесное оружие есть, о котором не говорят. Я говорю, да нет, ни то, ни другое, просто украинская армия, во-первых, это героические люди, а во-вторых, генералы просто могут создавать операции, которые реализуются, которые добиваются успеха. То есть, не биться головой об стену, например, а здесь не получилось, окей, значит, пробуем здесь, работаем больше артиллерии здесь, и в течение месяца, если посмотреть на карту, сделана огромнейшая работа, подготовительная. То есть, есть шанс, что эта подготовительная работа в течение месяца в августе покажет уже другие результаты именно с точки зрения территории. Потому что вот июль характеризовался ослаблением, истощением артиллерии, и вот я начал говорить, что украинская артиллерия сейчас уже выходит практически на паритет. Это очень важно. То есть, артиллерия в этой войне играет важнейшую роль, в одной из ключевых ролей. И есть шанс, что при прохождении основных линий обороны, при воздействии, например, кассетными боеприпасами, это будет делать немножко легче, чем если бы артиллерия противника была такая, как, ну скажем, чуть больше года назад. Давайте вспомним, что было чуть больше года назад. Северодонецк, что там, то есть 60 тысяч выстрелов было со стороны России. Сейчас в несколько раз меньше. Это означает, что у них и с боеприпасами проблемы. Кстати, Шойгу не зря ездил в Северную Корею. Я об этом хотел тебя. Да, то есть не зря они ездят там и фактически кланяются в ноги. Вот, ну, это сложно было представить даже несколько лет назад. И просят поставить боеприпасы. А самый, знаешь, в чем парадокс и прикол? Что украинская армия сейчас мочит, украинская артиллерия использует северокорейские боеприпасы против России. Да, вот так вот оказалось, что одна из дружественных стран где-то их нашла и передала украинской армии. И теперь украинская армия использует северокорейские боеприпасы раньше, чем российская армия использует северокорейские боеприпасы против украинской армии. По поводу того, что Шойгу ездил в Киньян за оружием, сказал не только Миша Самусь только что, но и сказал сам, это не Блинкин, глава Госдепа США. Я скажу так, что, конечно же, тебя я люблю больше, чем Блинкина, однозначно. Блинкин тоже авторитет. Тоже хороший парень, да. Тоже хороший парень, тоже авторитет. Так что слушай, то есть это реально у них, у них же этого дерьма было, всегда говорили, этого дерьма у них навало. Дерьма навало, дерьма навало. Знаешь, тут вот буквально, да, вот смотри, где-то месяц, может пару недель назад, я думаю месяц, проходила информация, что Китай поставляет пароха России. То есть у них проблемы с производством даже компонентов для боеприпасов. А это уже как бы звоночек такой, что действительно не хватает для производства боеприпасов в России. А это значит еще одна штука, что те вот массы, вот эти миллионы тонн, которые числились как эффективные боеприпасы, их не оказалось. То есть боеприпасы формально где-то валялись на складах. Когда их начали смотреть, оказалось, что там, например, ржавчина, которую нельзя засовывать уже в ствол, потому что оно просто разрывает ствол. Нужно их отправлять где-то на обслуживание, на модернизацию, улучшение и так далее. А это опять же не всегда возможно, потому что окажется, что дешевле их утилизировать, чем пытаться из них кто-то слепить. И при той интенсивности, которой они использовали боеприпасы в прошлом году, в этом тоже, кстати, они, ну, помнишь там, это Шойгу, где боеприпасы, преснопамятный товарищ Пригожин. Да, потом, понятно было, говорили, что на самом-то деле у него есть боеприпасы, это была игра, политические какие-то представления, шоу и так далее. Но на самом-то деле, правда состоит в том, что они вообще безлимитно использовали боеприпасы, не заботясь о том, а сколько их, собственно, есть. То есть у украинской армии подход другой. У нас все-таки есть нормы там, и пытается все-таки украинская армия достигать той точности, которая позволяет экономить боеприпасы, потому что, ну, мы получаем их от союзников, и нам нужно действительно... А тут как это по-российски, да? Все в колхозе упоем. Вот попало ко мне такое количество боеприпасов, я их выпулил за сегодня, а завтра, ну, а завтра, ну, не знаю, авось что-то еще привезут, а может не привезут, мы будем кричать Шойгу, где боеприпасы. Поэтому то, что Китай работает в этом направлении, к сожалению, и КНДР, и не знаю, где они еще будут искать. Может, по Африке будут еще ездить, может, там какие-то склады валяются, залежалые. Потому что то, что сейчас происходит в Африке, и то, что там делает Россия, это настораживает, на самом деле. Потому что те вагнеровцы, которые в Беларуси, помнишь, было несколько версий, чего они туда поперлись. Потому что, ну, есть же какой-то план, не просто они же могли поехать в Якутию, они поехали почему-то в Беларусь. Сейчас, кстати, разница между Беларусью и Якутией небольшая, если говорить о суверенности там и всех остальных аспектах государственности. Они поперлись в Беларуси. Было несколько версий. Первая версия – это создать ударную группировку против Украины. Вторая версия – это попытаться создать ударную группировку против Польши и Литвы. И это сейчас отрабатывается. То есть в гибридном плане, в информационном, эта тема разгоняется. Уже там, ну, во-первых, сам Лукашенко сказал, что рвутся в Жешуф, посмотреть, как там дела. Например, «Велкам». Жешуф – очень гостеприимный город. Я там неоднократно бывал. Да, да, да. Но мы там вместе были. А, мы вместе тоже были, да. Конечно, да. Поэтому, да, и третья версия – это то, что вагнеровцев будут использовать в проектах в Африке. Так вот, в принципе, все три версии имеют право на жизнь. Пока украинская версия не подтверждается. Польско-литовская частично подтверждает. Во всяком случае, в информационном плане они пытаются разыграть эту карту, делая такое вот гибридные атаки. То в Сувалский коридор они пытаются, будут сейчас атаковать то Жешуф, то сейчас, я думаю, Литву. Будут дергать. В принципе, для того, чтобы попробовать потрясти НАТО, проверить на стойкость, они могли бы, ну, давайте вспомним, что происходило пару лет назад с так называемым миграционным кризисом, который были организованы явно российскими спецслужбами и Лукашенко, когда тысячи откуда-то взялись, вот, сирийцев, иракцев, они штурмовали белорусскую, белорусско-польскую, белорусско-литовскую границы, а белорусские погранцы их еще и толкали в спину, подталкивая, проламывать там все эти заграждения и так далее. То же самое можно организовать и сейчас. Тем более, что есть как бы данные, не знаю, насколько они правдивы, что вагнеровцы белорусов тоже подтягивают к себе в группировке, обещая огромные деньги, и это может означать, что им нужны местные населения, которые, может быть, выполнят какую-то роль в штурме, например, литовской или польской границы. Но вот африканский вариант мне нравится очень еще больше, потому что то, что происходит сейчас на африканском направлении, с этими всеми нигерами, где происходят государственные перевороты, ваккурат к саммиту Африка-Россия. И такое ощущение, что сейчас там потоком пойдут госперевороты в тех странах, где еще Россия не зашла, или где остаются французы и другие западные страны, где пытаются как-то там делать бизнес или нести доброе, вечно и хорошее. А русские несут всегда что? Хаос, разруху и конфликты. То есть, вот в чем стратегия России, почему она фиктивна? Потому что им не нужно сильно беспокоиться о созидании, а создавать конфликты и разрушать страны, они очень хорошо. И вот это вот, я думаю, что наших западных партнеров должно очень беспокоить, потому что они на глазах теряют Африку. И я даже не удивлюсь, если за вот этой штукой стоит, в том числе, и Китай. А почему удивлюсь? Извини, конечно, но при чем тут Россия? У нас с тобой дождик пошел, русские виноваты, солнце светит, русские виноваты. Русские в Африке имеют примерно такие же обстоятельства, как мы с тобой на бирже добились. Эти самые, как его зовут? Интересы, как мы с тобой на бирже добились. Естественно. В Африке это инструмент в руках Китая. Абсолютно. То есть, если посмотреть корень мотивы России в Африке, мы их даже не найдем. Понятно, там, может, какие-то алмазы, еще какие-то, не знаю. Но все это очень мелко, это на уровне каких-то вот олигархов, там, полубандитов, которые этим бизнесом занимались и будут заниматься. То есть, это все... Не полубандитов, а бандитов. Да, бандитов, ну, Пригожин тоже, как бы, претендует на интеллигентство. Интеллигент, интеллигенность. Да, бандюг он, слушай, самый настоящий. Но у него, сейчас публиковались он, когда в публичных домах он действовал, то он, ну, как бы, ну, ты же читал, как он там, у него были свои расценки на девственниц, на, там, на все, весь контингент. Это целая система, оказывается, была, развлечений и так далее. То есть, это люди великие в России. Слава богу, что мы от России уже все дальше и дальше. Да, а то бы эти великие люди, они же присутствовали и в наших болезинах, и у вас, и у нас. Конечно, конечно. Это очень... При Януковиче это все копировалось. Больше... Они велкам просто их привозили для того, чтобы принимать... У нас творилось в 90-е годы, особенно в первой половине. Ну, да. Ну, это... Ну, это шмар, поэтому... Все... Да, вот африканская тема. Африканская тема очень интересна в том плане, что она однозначно будет обостряться. Запад выталкивают. Россия – это инструмент прокси, фактически Китая, которая там реализует сейчас новый проект, и это очень и очень... Ну, ты понимаешь, что Россия или... В данном случае Россия или русские бандиты – это тоже, знаешь, так. Потому что на самом-то деле, ты бы сказал про Сувакский коридор, я думаю, что вероятность того, что они пойдут на Сувакский коридор, меньше, чем то, что они пойдут на Смоленск или Псков. Ну, вот тут, смотри, вспоминая, что творила Беларусь с Лукашенком с этим миграционным кризисом, Европа тогда, НАТО и Европейский союз оказались вообще не готовы. Даже сейчас, если ты поднимешь вопрос вот этого миграционного так называемого кризиса, хотя мы, например, понимаем здесь, в странах, которые когда-то были в этой империи, мы понимаем, что это никакой не миграционный кризис, это чисто абсолютно КГБшный проект. Гибридная операция, конечно же, гибридная операция. Абсолютно активные мероприятия, то есть это спланировано все от А до Я. Когда я начинаю разговаривать с нашими французскими, немецкими друзьями, они говорят, ну это же мигранты, а поляки с литовцами так плохо с ними обходились. Я говорю, ребята, это не мигранты. Да, этих людей обдурили, я допускаю. Да, их, они же даже деньги платили за это большие. То есть им говорят, хотите быть в Евросоюзе? Да, хотим. Их привозили в Минск самолетами, потом отправили туда. Но то, что литовцы и поляки воевали с КГБ, с ФСБ, это вот так нужно воспринимать. А то, что вот эти вот люди попали действительно в очень, скажем так, дерьмовую ситуацию. Людей жалко, людей всегда жалко. Конечно, сами люди, они, ну, большинство. Там, конечно, было много людей, которые были заряжены, которые были именно на проведение провокаций, прорывов, они были завербованы и так далее. Это 100% за деньги, по другим мотивам и так далее. Но суть в том, что возвращаясь к Сувалкам или штурму Польши или Литвы, а почему бы и нет на самом деле? Вот что это будет в конце концов означать? Ну, для Лукашенко, для Путина только поднятие авторитета. То есть это даст возможность показать, вот пропагандистам кричать, вот посмотрите, посмотрите, что творится. Мы хотели всего-навсего создать условия для Калининградской области, чтобы они нормально могли коммуницировать с большой родиной. А тут вот такая вот ситуация наших... В большой степени вероятности попытка штурма Сувалского коридора приведет к тому, что Калининградская область станет Кеннезбергом. Ну, мне бы хотелось в это верить. Но вот сама Германия готова, например, поучаствовать, вернее даже так, активировать статью 5. Вот в чем вопрос. Потому что поляки готовы воевать, я уверен, на 1000%. У меня вопрос к другим странам. Венгрия, Франция, Германия, Испания, Португалия, в конце концов, они скажут, ребята, ситуация неоднозначная. Мы не считаем, что это 5-я статья. Давайте пытаться договориться, потому что это может... Опять же, давай вспомним, какой главный мотив действий сейчас НАТО. Не допустить большой войны с Россией. Я знаю, но смотри, когда НАТО добивалось своих главных мотивов. Я тебе скажу так, что я неправильно сказал по поводу Кеннезберга. Не Кеннезберг, королевец. Краловец, да, королевец. Да, вы без королевец. Да, это возможно, это возможно. Но опять же, да, по поводу Польши, я не сомневаюсь. Вопрос в чем? КГБ, я условно говорю, КГБ, ФСБ. План может быть такой, чтобы именно потрясти НАТО и привести НАТО к развалу. Именно на вот этой почве. Попыток было много. Знаешь, что я тебе скажу? Мертвый не может умереть. Я про то, что кое-кого из НАТО я бы вообще выиграл. Ну, это понятно. Кстати, вот еще одно событие было важное, которое прошло мимо информационного пространства. Было первое заседание Совета Украина-НАТО. О нем мало кто услышал о результатах, потому что анонсирований было много, но по результатам как бы вот тишина. И главная тема, я напомню, Украина созывала впервые этот совет, чтобы посоветоваться. Это такая себе гибридная четвертая статья. То есть мы еще не члены НАТО, но уже имеем право созывать НАТО для консультации. Такая четвертая статья по поводу зерновой сделки. Зерновой сделки, да. В условиях разрушения Одессы, портовой инфраструктуры, Одессы и других портов, явно Россия пытается создать условия для невозможности экспорта, вывоза зерна из Украины и полной блокады, достижения полной блокады Украины морской. Совет, ну, когда меня спрашивают, что будет в украинских журналистах, что же теперь, вот сейчас НАТО как вступится, я говорю, ребята, во-первых, ничего не будет. Совет НАТО-Украина выразит глубокую обеспокоенность и посоветует искать другие пути. И дальше так и произошло. И дальше я видел комментарий даже одного из американских чиновников. По-моему, это был Кирби, если не ошибаюсь. То есть он сказал так, что его спросили журналисты на пресс-конференции, рассматривают ли НАТО или Соединенные Штаты в индивидуальном плане введение кораблей в Черное море. В принципе, конвенция Монтрео, как бы она там не ограничивала, но можно на ротационной основе без проблем организовать 2-3 фрегата, корвета завести и сопровождать зерно, чтобы русские не могли даже приблизиться на 100 миль к этому конвою. Что сказал Кирби? Он сказал, что такая опция не рассматривается, а Украине мы советуем искать другие пути вывоза. То есть имеется в виду Дунай, хотя туда тоже Россия наносит удары, или железнодорожный транспорт, автомобильный и так далее. Вот и как бы вся смелость Альянса, которая проверяется в реальных вещах. Миш, ну что мне тебе сказать? Надеюсь, я тебе скажу так, что результаты заседания Совета Украины НАТО, может быть, это не результаты будут, а что-то другое. Я надеюсь, мы увидим скоро под Одессой в виде комплексов Патриот, как можно больше. Возможно. Сам Ти, например. Да. И это первое. И второе, это то, что я бы, конечно, предпочел, чтобы комбок был турецкий. Это возможно. Это возможно. Там посмотрим, а что касается не рассматривается, ну, мне сейчас просто время рыться. Соединенные что-то не рассматривают возможности поставки Украины танков. Соединенные что-то не рассматривают возможности поставки Украины ракет в Хаймарс и так далее. Я тебя могу очень много не рассматривать. У меня просто такой философско-геополитический комментарий. Я сколько не пытался разобраться, почему американцы так боятся Черного моря, я не смог себе объяснить. Мы с коллегами бьемся с американцами, ну, я не знаю, сколько. Ну, с 2014 года, грубо говоря. Потому что до 2014 года, понятно, реальность была другая. С 2014 года, вот сколько мы не говорили, ну, почему вы не сделаете Черноморскую эскадру НАТО или Черноморское командование Соединенных Штатов? Ну, почему? Это легко сделать. Сделайте в Констанции штаб-квартиру, сделайте постоянно действующую эскадру, чтобы был командующий Черноморским флотом Соединенных Штатов или Черноморским флотом, Черноморской эскадрой НАТО, чтобы он каждое утро вставал и нюхал это Черное море. И он бы понимал, что происходит. Введите туда несколько кораблей, и русские просто сразу же уйдут. Они отойдут туда, куда им нужно отойти. Ничего не сделано. Было сказано, что, вы понимаете, это может привести к эскалации ситуации. Это еще в 2014-м году, 2015-м и так далее говорилось. Сейчас в эскалации конфликт. Я вспоминаю, как русский самолет сбил нахально просто. Вот сбили они тогда беспилотник. А беспилотник, то есть это воздушное судно военно-воздушных сил США. По всем международным правильным актам это был акт вооруженной агрессии против Соединенных Штатов. Потому что воздушное судно, точно так же, как и военный корабль, это является территорией государства, которому он принадлежит. Нельзя их трогать. Военные корабли нельзя трогать. Иначе это война. И точно так же воздушное судно. Русские сбили специально проверить реакцию. Реакция была, ну ты сам помнишь, какая-нибудь. Мы не хотим эскалации. И, честно говоря, я не могу понять. Я им говорю, ну давайте представим, что вот Соединенные Штаты введут два корабля. Они там будут на ротационной основе меняться через каждые 20 суток. Конвенция Матрой и так далее. Давайте представим себе, что русские стреляют по вашему кораблю, вы стреляете по русскому кораблю. Русский корабль тонет. Что происходит дальше? Альтернативно взрывает. Да. Они говорят, может быть ядерная война. Я говорю, да нет. То есть они до сих пор, кто-то в администрации Байтона категорически не понимает психологии русских. Вот украинский флот потопил ракетный крейсер Москва. Ядерная война не началась. Более того, ее вероятность категорически снизилась после этого. А американцы думают, что русские сейчас обидятся и начнут ядерную войну. Но и при этом, что самое интересное, они не верят. Они не верят даже в действия. Потопили ракетный крейсер Москва. Я думаю, ну после этого-то можно уже водить американские корабли в Черное море. Можно их вообще уже замажать, загонять. Вот этих вот товарищей. Нет, оказывается, страх остается. То есть кто-то в администрации Байдена категорически боится русских. К сожалению. Это психология. Это невозможно объяснить какими-то расчетами. Потому что любой расчет показывает, что русские сразу же начнут уходить. Они сразу залезут к себе в Севастополь, а лучше в Новороссийский. Будут там сидеть и не высовываться. Если американцы покажут. Потому что турки, ты правильно абсолютно сказал. А если турки сейчас скажут, мы будем водить конвои, то будет эскалация конфликта. Все будет спокойно. А Путин скажет, окей, супер. Спасибо за обеспечение безопасности. Ничего не будет. Выросло-то выросло. Ну знаешь, что не только Шойгу ездил в Северную Корею. Но и Михаил Самуси и Владимир Копчак ездили на Тайвань. Это секретно. Об этом знают все зрители канала. В двух словах, у нас остается немного времени и общих впечатлений. Насколько там общие впечатления такие, что в принципе тяжело понять, например, из Украины, что такое Тайвань, в чем вообще проблема отношений между Китаем и Тайванем. Почему Тайвань поддерживает так сильно и, я бы сказал, сердечно поддерживает Украину в борьбе против России, не побывав там невозможно. То есть нужно увидеть людей, пообщаться с ними и прочувствовать. Нам с Володей это удалось. И я скажу, что если грубо говорить, чем отличаются тайваньцы от китайцев, хотя это же китайцы, да? То есть это в любом случае китайцы, которые в 1948 году ушли от коммунистов и создавали свои государства. Они отличаются примерно так же, как украинцы от русских, если говорить по ментальности. Это империя, а эти антиимперия, эти диктатура, это демократия. То есть эти люди, когда я им говорил, democracy is our religion, они просто, ну, они говорят, это точно, это точное определение, о чем ты говоришь, это мы. Это действительно так. Так, после этого у меня, ну, то есть, вот, знаешь, такая вот очистка полная, очистка матрицы, что касается Китая, Тайваня и что Украине, например, нужно категорически мощно развивать отношения с этой страной, которая, знаешь, что мне там больше всего понравилось? Это то, что там все занимаются полупроводниками. Ну, типа там это как самогон гнать. А вы чем занимаетесь? Полупроводниками. У меня маленькая полупроводниковая фабрика, я себе варю и вот поставляю на рынок. То есть 60% мирового производства полупроводников на этой маленькой планете. Там реально как, ну, это остров со своим климатом, со своей какой-то философией, психологией. Полупроводник, полтора раза больше всего лишь, чем Грузия по территории. Да, там население. Да, чуть-чуть больше, да. ВВП, все остальное, это просто космос. Там не чуть-чуть, там серьезно больше населения. Сейчас, подожди, посмотрю. Там, по-моему, очень серьезно больше населения. По-моему, там 20 чем-то миллионов. На самом деле, как нам объясняли, там большая проблема. 23 миллиона, а в Грузии 23 миллиона 500, а в Грузии 4 миллиона. Ну, конечно. Кстати, там тоже горы. Ну, горный чай очень классный. Там нам объяснили, оказывается, то есть объяснили, что тайванские женщины, по-моему, первое место по самой низкой фертильности занимают в мире. То есть они хотят учиться, делать карьеру, заниматься бизнесом, но не заводить детей. И поэтому у них очень большие проблемы с населением. Это действительно. Да, и тоже уже большие проблемы с населением, кстати. Да, ну, немножко другого характера, но опять же. Не другого, то такого же самого. Уже все, политика одна семья, один ребенок привела к тому, что у них сейчас большой перекос, у них сейчас демографический кризис в Китае наступил. Их уже обогнула Индия по населению. И молодого населения становится мало, а они думали, что, в общем-то, будет, ну, типа того, ну, все нормально. В Китае не все нормально, абсолютно не все нормально, потому что, ну, действительно, эта проблема сейчас стала, для Китая стала проблема рождаемости. Кто бы мог подумать. Да, да. Хотя это есть... Да, еще один очень интересный момент, это трансформация Тайваня. То есть у них же была диктатура. У них был, так называемый, белотекар. То есть, ну, там, да, Чайханши, там, то есть были, там, у них свои темные страницы в истории. Что интересно, Чайханши, мемориал, комплекс работает, солдаты меняются в почетном карауле, и это, как бы, немножко, ну, так, диссонанс идет. То есть, демократия, либерализм, все, там, действительно, ну, народ очень свободный, чувствуется, насколько все спокойно. Да, да, и вот этот вопрос перехода, ну, у них это объясняется тем, что все-таки, как бы, это не странно звучит, но большая часть населения, особенно старшего поколения, они выступают за объединение с Китаем. Ну, то есть, ну, понятно. Ну, старшего, да? Да, то есть старшего поколения, да. Ну, молодежь, конечно, конечно же, нет. И это накладывает определенный такой вот, иногда спикер, который выступал, говорит, ну, не все так однозначно, вот, нам нужно, как бы, там, с Китаем тоже, мы же китайцы, история там и так далее. Иногда диссонировало это с общим настроением, с общим впечатлением. Партия Дженкова, которая однозначно, нет, я скажу так, что китайцы между собой разберутся, и я надеюсь, что модель будет все-таки тайваньская в Китае, и тогда у Китая будет очень... Сингапур и Тайвань, это два, две страны, которые показали, какими могут быть китайцы, свободные китайцы. Да, да, отличающиеся от коммунистического. Я надеюсь, что вы своя поездка, тяжелая поездка, очень... Очень тяжелая, да. Ну, климат там, кстати, климат там действительно тяжелый, то есть очень влажный, жарко, ночью тоже по 30 градусов. Кстати, по безопасности я такой страны еще не встречал, то есть люди что днем, что ночью очень спокойные, доброжелательные, никогда я не видел там каких-то... А запреты на курение есть? Я забыл спросить у Володи. Нету. Ну, то есть курят везде, ну, то есть Европа туда еще не пришла в этом плане. Это больше на Балкан похоже. По курению это Балкан. Совершенный мир существует. А что Балканы? В Болгарии везде запреты, я еле нашел... Подожди, Болгария это не Балканы. Балканы начинаются там немножко южнее. Хорваты, кстати, ты знаешь, что Хорватия... Вот Хорвату скажи, что ты из Балкана, он обидится. Мы не Балканы, мы Адриатика. Говорю, окей. Хорошо, хорошо. Болгары тоже мы... Нет, мы Европа. Какие Балканы? Нет, Балканы это тоже Европа. Кстати, Балканы и Адриатика это два региона, которые очень похожи. Прямо как... Как будто взяли и просто разделили Черным морем. А так один регион фактически. И по проблематике, и по всему остальному. Дело... Я видел больше хинкали на Тайване, чем в Грузии, честно говоря. Это да. Вроде Раскал. Сладкий. В виде зайцев каких-то, я не знаю, там с любой начинкой везде они продаются. А вот у нас... Нет, правда, есть еще хинкали с сыром. Сейчас уже тоже начали делать, а то он раньше читал с извращением. Хинкали там с сыром. Я знаю хинкали с мясом. Берешь хинкали, откусываешь, а там какое-то сладенькое варенье. Я говорю, а это что такое? В чем смысл вообще? Ну вот они такие. Миш, огромное тебе спасибо за очень-очень интересную беседу. И большое спасибо всем нашим друзьям, которые были сегодня с нами. Верим в ЗСУ и слава Украине. Героям слава. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!